Там провода? Да, да, там провода идет на ту сторону, там деревня, 6 домов. И с той стороны улучшается, ну, в деревне, по анализу 3, что 10 тысяч вольт. То есть низко летящийся вертолет, зацепил провода, запутался и упал. Вот все, пока это кофейно-рманс. Говорят, что местные жители видели, что он долго летел, да? Да, да, ну что, он летел так, маневрируя. То есть, очень даже заметили, что низко летел. Поэтому, я понимаю, что что-то говорит, как низко летит. То есть, ничего такого, что-то. Не точно, что не сверху в этом проблемы. Низко летел просто, зацепил провода. Основные события поисково-спасательной операции развернулись не только в месте падения вертолета в селе Бобровском, но и ниже по течению, в поселке Леваш. Именно там собралась оперативно-следственная группа после обнаружения тела одного из погибших. Василий Александрович, его нашли тело. А остальных пока? Остальных пока что не нашли никого. Только что проплывали вещи личные. Получается, шапочку местные рыбаки, жители видели. И все, в принципе. Жители Бобровского стали очевидцами трагедии. Вертолет, опасно низко летящий над Суханой, не мог не привлечь внимания местных. Летит низко. Я около дома работал как раз. И я удивился, почему так низко летит. Я на берег выскочил, думаю, что ты делаешь, что сейчас провода, тут же провода. И только подумал, и тут это произошло. Как облако белое, над водой еще хлопок, и все. Мы сразу на лодках на двух поехали туда вниз. Мы до мыса доехали, а потом один человек поехал туда ниже еще проверить. Вот он обнаружил все это. Работу спасателей на месте происшествия осложняет погодные условия и особенность ландшафта. Берега Суханы в этом месте очень высокие, с крутыми спусками и неудобными подъездами. Первые часы поисковой операции особого успеха не принесли. Вещи с вертолета, которые поплыли по реке, их выловили. Ребята местные, получается, вот ноутбук. Весь тоже ноутбук, паспорта, документы, права все. Вот здесь вот карточки личные. Мужчину выловили, местный житель его привязал. Мы съездили, погрузили его на лодку и в лево шьего отправили. Сейчас он там находится, в следственную группу. А на сколько ниже по течению было обнаружено тело мужчины? Сколько там? Примерно километра? Четыре, наверное, пять. Четыре, пять. Четыре, пять километров, да. Он туда сплавился уже. Самосплавленный получается. С наступлением темноты спасатели вынуждены были прекратить поиски. Работы были возобновлены сегодня утром. На данный период времени продолжаются поисковые работы личным составом МЧС России и органами местного самоуправления. Задействовано 84 человека личного состава, 12 единиц техники. Также работают водолазы и беспилотные летательные аппараты. На данный период времени судьба троих членов экипажа неизвестна. Таким образом, на данный момент известно, что в вертолете находилось четыре человека. Это директор АО «Дитмороз» Олег Васильев, президент вертолетной компании «Аэросоюз» Сергей Мозер с помощницей Анной Швецовой и пилот воздушного судна. По основной версии, причиной крушения послужило несоблюдение необходимой высоты полета, вследствие чего вертолет зацепил линию электропередач и упал в сухону. Представители речного флота считают, что пилот мог не обратить внимание на предупреждающие знаки на берегах. Здесь написано для флота, естественно, «опускать мачты». Что это означает? Это означает, что в данном месте находится воздушный переход. Воздушный переход – это электрическая линия, перекинутая между двумя берегами. То есть, опоры на одном высоком берегу, опоры на другом высоком берегу. Подобный случай уже был на берегах Суханы. В начале 2000-х известный путешественник Юрий Сенкевич едва не пострадал при встрече с подобным воздушным переходом. Прилетал на вертолете снимать сюжет про город Великий Устюг. И во время съемки они также сделали заход и зацепили высоковольтную линию колесом шасси вертолета возле Добрынина. То есть, вот здесь тоже написано «опускать мачты», то есть воздушный переход с Устюга на Добрынина, высоковольтная линия. Выяснить подробности и причины трагедии предстоит специалистам. Мы будем следить за развитием событий. Антонида Смолина, Антон Карев, телеканал «Русский Север». Антонида Смолина, Антон Карев, телеканал «Русский Север». Антонида Смолина, Антон Карев, телеканал «Русский Север».